Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. Сегодня я к вам с быстрым рецептом очень ленивых пирожков с капустой или капустных оладьев. Это действительно рабочий рецепт, когда нужно приготовить что-то очень быстро. По вкусу ничем не хуже традиционных пирожков. Количество капусты берите на свое усмотрение, можно взять ее и больше. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, для начала натираю капусту на крупной терке. Добавляю мелкорезанный репчатый лук, соль, а также специи по вкусу. Я использую черный молотый перец, сушеный чеснок и укроп. Взбалтываю яйцо, добавляю сюда же. Наливаю кефир, желательно комнатной температуры, и размешиваю. Добавляю половину муки, пол чайной ложки без горки соды, вмешаю соду в муку и затем размешаю всю массу. После этого добавляю оставшуюся муку и замешиваю тесто. В итоге оно должно получиться достаточно густым. На сковороду с разогретым растительным маслом ложкой выкладываю тесто в виде оладьев. Размер делайте на свое усмотрение. Обжариваю с одной стороны, я обычно это делаю на среднем огне под крышкой. Затем переворачиваю и довожу до готовности, также под крышкой. Если вы жарите оладьи в большом количестве масла, то готовые можно выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Таким же образом жарю остальные. Друзья, на моем канале вы можете найти много рецептов быстрых и вкусных блюд. Помимо этого у меня есть очень вкусные капустные блины, а также картофельные оладьи. Все ссылки вы найдете в конце видео и под описанием. Пирожки получаются очень нежными, вкусными и ароматными. Капуста вполне успевает приготовиться. Подавать их можно просто так или со сметаной или с любым соусом. И, кстати, очень удобно брать с собой в качестве перекуса. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть, смотрите и другие мои рецепты. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.